На протяжении своей длинной истории Франция привыкла удивлять человечество, но Авеньон удивляет даже самих французов, небо нет города более парадоксального. Лоренс Даррелл назвал его городом-аксумароном, чем-то невозможным, но при этом все равно существующим. Будем разбираться. Авеньон, расположенный на берегу, пожалуй, самый живописный из французских рек Роны, по факту является одним из древнейших поселений во Франции. Первые упоминания о нем относятся к V веку до нашей эры, когда здесь находилась торговая фактурия эллинов, снабжавшая продуктами колонию Масселию, ныне известную как Марсель. Первые годы до и после нашей эры здесь уже находится столица римской провинции Южной Галии – Авеньон. С этого момента история Авеньон Авеньона уже ни на йоту не прерывается. По сути, Авеньон становится маленькой копией Рима, ибо, как и город на Цибре, обладает некими столичными атрибутами. Уже в первом-втором веках нашей эры здесь строится акведук. Через бурную Рону перекидывают мост, ныне полуразрушенный, он является одним из самых древних в мире. И, разумеется, центр города застраивается особняками римской знати, амфитеатрами, храмами. В результате и ныне структура Авеньона сохраняет следы римского владычества. Авеньону, впрочем, повезло гораздо больше его итальянского прото-собрата Рима. Если последний в ходе многочисленных атак гунов и готов был до неузнаваемости искорежен и превращен в руину, то Авеньон сумел пережить темные времена от гунов до мировингов и капитингов без проблем и даже преуспел. Переходя из рук в руки, то в устготские, то во франкские, то в бургундские, он рос и развивался. И каждые правители добавляли в его архитектурный облик нечто новое. Этакие перчинки, формировавшие неповторимость его облика. Неудивительно, что он успел попринадлежать даже арабам, снабдившим его мечетью с миноретами. Это случилось в 736 году. Но уже пятилетия спустя с помощью небезызвестного конетабля Карла Мартелла он был возвращен под эгиду длинноволосых королей. С XI века после включения в империю капитингов Авеньон стал вольным городом Священной Римской империи германцев под эгидой епископа, а с 1290-го стал практически независимым от императора владением графов прованских, став одним из центров Прованса, каковым остается по сей день. Впрочем, все это лишь предыстория величайшего взлета и падения Авеньона, ставшего на три четверти века Третьим Римом с 1309 по 1378 годы. Это время, известное как Авеньонское пленение пап, наверное, самый главный эпизод здешней истории и, бесспорно, самое значительное явление в местной архитектуре, ибо за годы своего сидения в Авеньоне католические папы не только создали поразительные по мощи и грандиозности дворцы, в которых переплелись романские, готические и арабские стили, но и наводнили Авеньон пышными под стать, точнее, ничем не уступающими исконно римским базиликами, которые и сегодня поражают воображение всех, кому посчастливилось сюда прибыть, хотя бы с кратковременным визитом. Авеньонское пленение пап началось с французского монарха Филиппа Красивого, потомка Людовика Святого, того самого, кто уничтожил орден тамплиеров и завладел несметными богатствами крестоносцев. Объединенный деньгами и силой, Филипп не остановился и надавил на тогдашнего римского папу Климента VI, силой привезя того в Авеньон и передав для приличия в пользу Святого Престола местные земли. Благодаря этому Авеньон вскоре по богатству превзошел Париж. Тогда же здесь был учрежден университет, а несколькими десятилетиями позже и академия, также известная как Лавра, ее основал и возглавил крупнейший интеллектуал XIV века Франческо Петрарко. И, увы, разразившаяся в Западной Европе эпидемия чумы сократила население Авеньона в четверо, после чего этот великолепный город так и не смог оправиться. Любопытно, что перенесение папского престола обратно в Рим не изменило статуса Авеньона, как принадлежащего Святому Престолу. Папы и впредь частенько наведывались в свои дворцы-крепости, в которых, если верить, хоронили основную часть папской казны, в силу чего здесь постоянно пребывал папский легат по совместительству казначей. Папское владычество здесь закончилось осенью 1791 года, когда революционные толпы, двигаясь от Марселя и распевая нынешний гимн Франции, а тогда лишь одну из воинственных песен, штурмом брали стены и замки Авеньонских твердынь. Очевидцы уверяют, что битва с папистами за Авеньон была самой кровопролитной и упорной из всех битв французской революции. Вот тут, казалось бы, и история конец. А нет. Пережив в статусе сначала вольного, потом папского города, без малого тысячелетия, Авеньон после отречения Бонапарта от престола в 1815 году стал главным центром роялизма. Город, никогда не подчинявшийся королям и императорам, стал оплотом реставрации королевской власти. Но разве не парадокс? И именно здесь происходили самые жестокие репрессии в отношении бонапартистов, то, что потом историки назовут белым террором. Так, именно здесь, с парапета знаменитого полуразрушенного моста, к которому мы с вами еще вернемся, был сброшен в воды Роны и утоплен наполеоновский маршал Брюн. Но за жестокостью последовало смирение. Благодаря деятельности Проспера Мериме, многострадальный Авеньон вспомнил свою многовековую историю. Утратив влияние центра власти и силы, он стал одной из мег для туристов, поклоняющихся древностям, коих в Авеньоне больше, чем где бы то ни было во Франции. Так, этот маленький Рим, пережив множество взлетов и падений, превратился в декорацию былого могущества. И не случайно, именно здесь, с 1947 года, проходит самый авторитетный в мире фестиваль театрального искусства. Но в чем же аксюмористика Авеньона, спросите вы? Да в том, что продолжая оставаться крупнейшим городом Прованса, промышленным и транспортным, а также учебным и административным центром, продолжая оставаться живым и развивающимся городом, для большинства людей мира, Авеньон давно уже превратился в роскошную, уникальную декорацию спектакля. Возможно, спектакля жизни, где происходят самые яркие, кульминационные моменты, где дышат почва и судьба. Именно таким предстает этот город в уже упомянутом цикле романов Дарла. Авеньонский квинтетт, одним из лучших и главнейших литературных достижений прошлого века. Именно таким, в немного шутливой, но совершенно очаровательной песенке, национальном достоянии французской музыкальной культуры Сур-Ле-Понда-Веньон. Собственно, это, наверное, самый знаменитый мост в мире, ибо в его каменной, наполовину разрушенной памяти хранятся переходы конников и пехоты времен римского владычества, орды гунов, войск, возглавляемых длинноволосыми, мировингами, тяжелые доспехи рыцарей и многое другое. На этом мосту еще с 19 века было принято устраивать танцы и давать званые обеды, в том числе для высшей знати. Ну, а сегодня Авеньонский мост – романтическое место свиданий туристов и влюбленных, и одна из самых шикарных площадок знаменитого театрального фестиваля. И вот сейчас мы с вами по этому мосту пройдемся под звуки той самой песенки, исполненной на разные лады. Но прежде поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы раз в неделю оказываться в тех местах, где, возможно, вы никогда ранее не были. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...